Сотрудники инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды на чеку. Несмотря на раннее утро, стрелка часов указывает на 10, нарушители не дремлют. Объект тщательной проверки – любимая горожанами Березина. Однако не все осознанно подходят к отдыху. Неправильно припаркованный автомобиль и на руках провинившегося письменное предупреждение. По закону оставлять транспорт возле воды разрешено не ближе, чем на 30 метров. К слову, только за пять месяцев текущего года совершено порядка 900 различных нарушений на сумму штрафов свыше 50 тысяч рублей. При повторном выявлении правонарушения лицо привлекается к административной ответственности с наложением штрафных санкций в размере до 10 базовых величин. Еще один актуальный вопрос на контроле – правильная утилизация мусора. К экологическому марафону Беларусь присоединилась ровно 20 лет назад, в 2004-м. Бумага, пластик, стекло, металл – каждому виду отдельный бак. Около 50% жителей республики вовлечены в процесс. В Бобруйске в 2013-м была создана специальная площадка для раздельного сбора вторичных бытовых отходов. Я считаю, это очень правильная идея. Отдельно мусор, отдельно бутылки пластиковые, отдельно стекло. Это безопасность, это чистота. Сейчас много делают корзинки, к примеру, из газет, коврики из старых вещей. Почему нет? Очень сейчас модно и стильно это все вписывается в интерьер. Если честно, не всегда, но стараюсь. По крайней мере, пластик такой, прям жесткий пластик. Конечно же, я за чистый город, за экологию. Мы должны жить в чистоте, в красоте, чтобы быть здоровыми и счастливыми. В связке с экологической милицией работают и неравнодушные граждане. Общественные объединения активно пропагандируют зеленые привычки. На самом деле, очень приятно, когда нас поддерживают именно люди нашего города. Тогда, наверное, это нами и движет. Полезные акции, мастер-классы и советы. Благодаря деятельности небезразличных к вопросам охраны природы, Бобруйск изо дня в день становится чище. В преддверии праздника, который будет 5 июня, это Всемирный день охраны окружающей среды, хотелось бы в очередной раз обратиться к жителям города, страны, напомнить о важном бережном отношении к природе, потому что все мы видим, все мы замечаем, что окружающая среда, она меняется. Поэтому, в том числе, важной задачей нашей инспекции и в целом Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды является контроль за соблюдением тех требований, которые направлены на то, чтобы эту окружающую среду сберечь. Чисто там, где не мусорят. Бобруйску с уверенностью можно дать звание зелёного города. Заслуга за чистоту и порядок в том числе лежит на плечах сотрудников инспекции природных ресурсов и неравнодушных жителях. В силах каждого поддерживать порядок и по возможности улучшать место, в котором живём.